Итак, мы продолжаем изучать Мишну, слова большого еврейского мудреца Бен Зомы, и то, на чём мы остановились на прошлом уроке, кто богач, радующийся своей доле, своей части, впрямую, так сказать. И приводится строчка, чтобы ты радовался приложению труду своих рук, будешь есть от плодов своих рук, ты будешь счастлив, будет тебе хорошо здесь, и будет хорошо в будущем. И прежде всего мы должны понять, что это такое радоваться. Это, казалось бы, мы все как-то, понятно, свадьба, все радуются, с другой стороны, провожают человека в последний путь, плачут. Так что же такое радость с точки зрения Торы? И это то, что мы должны попробовать понять. Если мы посмотрим на нашу жизнь, что человека радует, от чего он испытывает очень большую радость. Если мы вспомним, например, когда мужчина встречает свою суженую, и это, несомненно, большая радость. До этого он был, как говорят наши мудрецы, только половина человека, а сейчас он становится цельным. Хорошо. Вспомним другой момент радости, когда рождается первый ребёнок. До этого был просто мужчина и женщина. Вдруг они стали отцом и матерью. Хорошо. Что ещё? Человек, который поставил перед собой большую цель. Ну, достичь пика Эверест. Достиг подняться в гору. И вот он достиг. Радость. Человек, который мучился над какой-то проблемой. Думал, как её решить. И вот его озарил. И вот, это большая радость. Поэт, который выразил в своих словах то, что до него никто не мог вырасти. Или композитор, который написал симфонию. Я привожу специально примеры, которые нам ближе. Но вот сказано, что когда царь Давид завершил пять книг, псалмов, большая радость объяла его. И он сказал перед Творцом, Творец, если кто-то, кто так тебя прославляет, как я. И то, что написано в Перекшира. Многие читают его. Лягушка оказалась перед ним. Говорит, Давид, ну что так задаёшься? Я прославляю Творца больше, чем ты. И кроме... Ну, то есть, на каждую свою как бы притчу я привожу ещё три тысячи примеров. А кроме этого, я ещё занимаюсь таким важным делом, что есть одно творение на берегу моря, на берегу, скажем, озера, болота и так далее. И я занимаюсь очень важным делом в Творении. Когда он голоден, он меня съедает. Так вы понимаете, это лягушка одна перед царём Давидом. Действительно, это нет такого языка племени в Африке, на который бы не переведены все 150 псалмов царя Давида. Так вот, человек голоден или жаждет. И вот он, наконец-то, достиг источника. Мы пришли из того мира, где мы читали Сент-Экзупери. И он говорит про своего друга, который прошёл там страшную-страшную... Он упал, его самолёт разбился, и он был где-то во льдах. И как он проходил. И вот он уже понял, что нет у него сил. И в этот момент он подумал. Если он пропадёт в этих льдах, его жена и дети не получат страховку. И тогда он собрал все силы, и он полз, полз, полз. Но его нашли. И когда он встретил тех, кто его спасли, он сказал, «Ни одна скотина не смогла бы это сделать, то, что сделал я». Или описывает тоже Сент-Экзупери, как его самолёт потерпел крушение где-то в Сахаре и так далее. И как они с другом шли, и сколько миражей было. И вдруг они видят действительно какой-то там араб, и предлагают им воду. То он думает, ну всё, это уже мираж, это невозможно. И вдруг это оказалась настоящая вода. Так вот, несколько дней, сейчас у нас камсин хороший. Мы понимаем, что это такое, что надо всё время пить. Но если человек, вот этот глоток воды, на самом деле это глоток жизни. Какую радость испытывает человек от этого глотка. Или, я слышал, большой раввин, большой еврейский мудрец. Он рассказывал, что в детстве он тонул в море. Так вот, когда он вынырнул и глотнул этот воздух, он ощутил эту безумную радость. То есть, в этот момент человек ощутил, как он объяснял этот большой еврейский мудрец, как бы, что это такое, какой великий подарок у нас в жизни. Ну как, человек не задумывается о том, что у него стучит сердце. Он не задумывается о том, что он каждое мгновение должен вдыхать воздух. Ну, там вода, достать туда-сюда. Но человек, который сидел в тюрьме. И про нас будет сказано. Ну, мы прошли это. В Египте мы были 210 лет. Вот выход на свободу. Мы, люди из бывшего СССРа, я помню вот это ощущение, когда в 79-м году мы вышли из советского самолёта, с советской территории и оказались в Вене, в Австрии. И вот мы не знаем, куда идти, а там делегация идёт, возглавляемая товарищем. И вот я подхожу к пограничнику и спрашиваю по-английски, куда нам идти? А он проходит и говорит, никто не знает, куда вам идти. Я счастлив, что я успел ему ответить. Есть тот, кто знает, куда нам идти. Но вот это ощущение радости, что ты уже вышел за границы СССР. Ты уже... Ну, это... Многие это помнят, но ощущение... Мы уезжали ещё из СССР. Те, кто уезжали уже из России и так далее, может быть, не так ощутили, но вот это ощущение, что ты вышел на свободу. Если мы возьмём все эти действительно великие моменты в жизни человека, что является корнем того, что называется радость. И я слышал и большого еврейского мудреца от Гаона Равмыш Шапира. Он объясняет эту вещь. И когда я слышал, меня это очень поразило. Есть такое понятие в законе, когда измеряются какие-то поверхности, какие-то предметы, скажем, в храме. Никаких сантиметров, метров не было. А что было? То, что ближе всего к человеку. Ведь вся дара, Тора, дана для того, чтобы мы жили по ней. И поэтому, например, не сказано в Торе, читай Шма-Исраэль после выхода звёзд и перед первым лучом, или в течение трёх часов после первого луча солнца. А как сказано в Торе, когда ты ложишься и когда ты встаёшь. Когда люди идут ложиться, это мнение Раби Леезера, или когда они лежат, это мнение мудрецов, и когда встают, и Раби Леезер говорит, до первого луча солнца нужно успеть сказать Шма. А Раби Иушуа говорит по-другому, в течение трёх часов. Почему? Потому что в течение трёх часов ещё встают кто? Царские сыновья. А так как все евреи – это царские сыновья, закон принят по Раби Иушуа, что мы можем в течение трёх часов ещё говорить Шма. Вставать, вставать. Теперь посмотрим, как в храме даже, какие размеры даются ковчегы Завета, семисвешника, золотого жертвенника, стола для хлебов приношения, даются выражения в виде тефаха. То есть определение. Тефах – это кулак. Так вот, в законе есть определение тефах. Значит, вот это тефах. Приблизительно это 9,6, где-то до 10 сантиметров. Сейчас. Да, но мы берём среднего человека, потому что ок, мелах, абашан, у него может быть и такой кулак. А у нас, или у маленького ребёнка, поэтому средний. Хорошо. Дальше второе определение – локти. Локти, смотрите, локти. Тоже средний человек. Хорошо. Так вот, оказывается, есть определение тефах, и вдруг есть определение этого тефаха, этого кулака. Грустный. А цеф? Что такое? Что за грустный кулак? Видимо, так показать – это грустный, а вот так показать – весёлый. Так вы понимаете, если есть грустный, есть весёлый. Что же такое весёлый? Тефах самых. Так и называется. Это когда не сжатые пальцы полностью, а когда между ними есть воздух. и вдруг здесь заключён ключ причины радости человека. Когда человек находится в узких своих границах, когда он воспринимает себя как эти 70-120 килограмм, ростер метр 78, и так далее, размер ботинок такой-то. Вот это я. Ну, то есть, потомок той покалеченной обезьяны, которая сорвалась с какой-то ветки, оборвался у неё хвост, и она пошла строить светлое будущее. Да? Так это самая большая тюрьма, в которой живёт человек. Ему не нужно, чтобы его поместили в другую тюрьму. Если он воспринимает себя как только вот это кости, плоть и тело. Да? Так вот, когда человек находится в состоянии полностью погружённости в границы, это то, что тефах ацеф. И вдруг, когда расширяются границы, любой момент расширения границ человека. Самое большое расширение, первое, это когда он встречает свою пару. Мы говорим, он был полчеловека, и вдруг встретил свою пару. Он стал цельным человеком. Потому что то, что есть в мужчине, нет в женщине. А то, что есть в женщине, нет в мужчине. Вместе они составляют то, что написано в Торе. Мужчиной и женщиной сотворил он их. Кого? Адама. Первый человек это соединение мужчины и женщины. Потом произошло разделение и дальше сказано, что мужчина должен искать свою потерю. Говорится, мужчина ищет свою потерю, а не потеря ищет того, кто ее потерял. И поэтому, когда происходит такая встреча, это максимальное расширение. А дальше, когда рождается ребенок, это уже, это то, что называется браха, потому что первое слово Торы бет. С чего начинается? С первой буквы. Бет. Бет это бает, это дом, это браха, это увеличение. Само слово браха. Бет это два, каф это двадцать, рейш это двести. В этом самом слове на святом языке заключено максимальное увеличение воздействия Творца на мир. Браха. Так вот, что открывается. От того, что человек выходит за свои узкие рамки, расширяет свои границы, это называется радость. Ну и что? Ну вышел, ну вот он купил, я помню, как мы получили первую квартиру с земли Израиля в Амидаре. И как мы ходили и говорили, вот это все наш, а потом эта квартира в нерелигиозном районе уже нам оказалась совершенно не нужна, а мы совсем другую хотели уже в религиозном районе. Ну так что-то, вот это радость и на самом деле в этом заключена большая тайна. Потому что источником настоящей радости является связь с безграничным. И тогда, когда один человек, мужчина или женщина встречают друг друга, вот в этом уже есть как сказано, вы все знаете, то, что говорят наши мудрецы, что если сказано про женщину эзер кинекдо, помощница против него, заслуживает эзер, помощник, не заслуживает против него. И вы знаете, как написано на святом языке слово мужчина, иш, алиф, ют, шин, и как написано слово женщина, иша. После шин есть и хэй. Алиф, шин, хэй, иша. Тогда что получается? Первые две буквы из четырех буквенного имени творца, который само является именем творца ют, кэй, я измененно произношу, заслуживают, между ними находится творец, присутствие шины. Не заслуживают, что остается? Эш, эш, огонь, огонь. Все. Это гейном, самый большой гейном. Сказано, один мудрец, он хотел заранее защитить себя от огня гейнома. Он искал самую плохую жену, чтобы уже жить в гейноме здесь, и там не нужно было попасть в этот огонь и так далее. Женился, любую просьбу она выполняет. Он хочет борщ, делает борщ. Хочет бульон, делает бульон. Хочет такую, чтобы надела шляпку, надевает такую шляпку, другую. Он говорит, ну до этого, ты же была совсем другая. А я знаю, что ты хочешь освободиться от гейнома, я тебе такую радость не дам. Так вы понимаете, жена так же идеальная жена. Хорошо. Значит, то, что открывается здесь, источник любой радости, которую испытывает человек здесь, в мире. когда расширяются его границы, а любой выход за границу, это связь с безграничным. Это великая тайна. Вы понимаете, не просто так что-то, я вам приведу пример. Написано так в Клиикар. Почему стены плача любой человек, это я видел негр встал на колени, ну, христианин, негр, нельзя говорить, афроамериканец, так надо говорить, встал на колени и перед стеной плачет. Хорошо. Или другие какие-то, японцы, и так далее. Почему всех их, как мотыльков, туда привлекают? Что такое? Почему наша стена плача, это чтобы все там плакали, а они радуются? На самом деле, что здесь заключено? Объясняет Лейкар, только потому, что там, на горе море, вы не знаете, что там было, Авраам должен был принести в жертву своего сына Ицкака, Яков видит сон, как 12 камней соединяются в один камень, но что до этого было? Оказывается, именно там творец сотворил первого человека, и чем отличалось творение человека от всех творений? По слову творца, из земли вышли и звери, и птицы, и животных, все. А человек написано в Торе, прежде всего творец говорит, на-се-адам, сделаем человек. Дальше вылепляется форма, а после этого сказано, ва-и-пах-ба-па-ф ниш-ма-тха-им, и вдунул в его ноздри душу живую, и стал человек душой живой. объясняет Ункелус духом говорящим. Так откуда все эти сколько сейчас, 6 миллиардов людей в мире? Откуда у них души? Откуда? Из того источника, из той души, которая была у первого человека. Поэтому любой человек, который приходит, он может быть самым большим атеистом. я видел одного человека, который не очень поддерживает это, скажем, еврейскую веру. С другой стороны, говорит, здесь что-то есть, что происходит. Или я видел другого человека, устины плача, подошел и начал петь Машиах, 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 Ай-яй-яй-яй-яй. Молитва такая, знаете. А другой, я видел еще одного человека. У нас был период, когда мы часто были. Он подошел к стене плача и кедом толкнул, ударил по стене плача. Вы понимаете? Но нет безразличия. Есть там происходит, а что это такое? Магнит, который проводит даже высоко над стружками, они начинают приходить беспокойство. А чуть еще ниже, вы понимаете, что происходит? Поэтому не просто так, именно там, о чем я говорю. Я говорю про то, что если мы смотрим с точки зрения Торы, источник радости человека в мире. Все наслаждения в мире. Это то, с чего начинается шире-шире. Ишакени минешек успи китовин додеха ми яин. Целуй меня, поцелуй ми уст твоих, потому что ласки твои для меня дороже всех наслаждений мира. Яин, это имеется в виду удовольствие. О чем говорит? Еврейский народ говорит о том, что когда мы стояли у горы Синай, это был как поцелуй уста в уста, как невеста, которая пришла к жениху. Это то, что там произошло. Там ведь у нас была дважды клиническая смерть. Это вы знаете, помните. Отлетала душа и все. А потом возвращалась. Так вот, это самое большое наслаждение. И объясняет Рашин, что сейчас эта брошенная, покинутая, как бы при живом муже вдова тоскует о том времени, когда она была в близости к нему. Так это кто? Это каждый еврей, каждая душа, которая там была и помнит это. Какие ласки! Что вы можете предложить? Иди к нам, шуламит, то есть еврейский народ. Мы тебе такое, что вы можете мне предложить? Когда я помню, как два стана, мы стояли, я стояла против горы Синай. Так вы понимаете, это источник всех радостей и всех наслаждений, которые есть в мире. Дальше то, что говорит мудрец. Асамэх бэхэлько. Что такое хэльок? Это часть. Бэхэлько. Части его. Радующиеся части его. Что же это за часть? И почему у каждого человека своя часть? Все знают выражение. Мы хотим быть богатыми и здоровыми, а не бедными и больными. Да? А если кто-то бедный, так он хочет быть богатым. Есть какой-то богатый, который хочет быть бедным. Там написано в Талмуде, если у человека есть деньги, которые он хочет быстро потратить. Сказано, что такое, чтобы он купил себе такое белое посуду из белого такого римского стекла, которые очень дорогие и очень быстро рвутся. Или так далее, чтобы он нанял работников и не смотрел, как они будут работать. Сказано, они с этими валами войдут в его виноградники, перепортят там все. И так далее. Или покупал себе такую одежду из такого тонкого льна, который быстро рвет. это тот, кто хочет потратить. Возникает вопрос, кто хочет так это испортить. Говорит, что если отец его давал деньги под проценты, он это получил, так таким образом он может быстренько от этих денег избавиться. Но никто не хочет быть больным и бедным, так? С другой стороны, каждый думал, вот у него такая часть, вот у него такое, что у меня. так вот, что это такое, как можно понять? Радующийся своей части. Часть в чем? Как вы думаете, в чем, о какой части идет речь? Части общего пирога? Чего? та часть, та роль, которую он получил от творца на эту свою жизнь. Радующийся своей части. Что вы говорите? Скажите. То, что тебе радующая своей участь, это участь. А мы сейчас говорим Хелек это часть. Так мы сейчас хотим понять, что это такое, почему сказано именно радующие своей части, а не тому, что у него есть, например. Есть разница? Да. И так объясняет Рафхаем из Воложина. Тут он хочет показать автор нашей Мишны. научить научить нас пониманию, что богатство всегда называется часть, а не всё. И никогда человек не может достичь полностью своего желанного богатства. У него всегда часть. Но это вы знаете, то, что мы говорили, тот, у кого есть 100, хочет 200, 200, 400 и так далее. Никогда говорит Рафхаем из Воложина не называет человека богатым, если у него чего-то этого не хватает. Он говорит, почему мне этого не хватает? И когда я готовил урок, приводит пример, кто это приводит, Медраж Добит. Один человек, он работал, и то, что он зарабатывал, он приносил домой, и вся его семья, то, что он зарабатывал, они ели. И после этого он брал детей за руки, танцевал, и благодарил Творца, что у него была возможность заработать на пропитание. И не просто так танцевали, а еще один сын стучал по барабанам, другой играл на гитаре, жена там это что-то такое в тарелке стучал. Каждый вечер, у них в доме была радость, и как-то мимо этого дома прошел царь. День он прошел, на второй день он опять танцует, опять поет, на третий день он вызвал хозяина и спросил, ну скажи, сколько у тебя есть богатств? Он говорит, я могу сказать честно, у меня вообще ничего нету, кроме того, что я зарабатываю за день, и мы это благодарим Творца за то, что он нам послал такое пропитание. Пссс, какой ты молодец. Тут же он позвал своего казначея дать ему большой подарок от царя, чтобы они несли им большой сундук, наполненный золотыми ну скажем дукатами. Хорошо. Прошло какое-то время, этот бедный царь подумал, ну он будет богат, и он еще больше будет радоваться. Но посмотрел этот бедный, сел со своей женой, и посмотрел, что вот эта шкатулка, которая наполнена этими монетами, она не доходит до края, там не хватает чего-то. теперь каждый день он приходил домой, часть он давал для детей на питание, а часть они с женой складывали в эту коробочку, смотрели шкатулку, поднимается чуть-чуть, поднимается, месяц, два, год, и как-то царь опять прошел мимо этого дома. Никаких звуков, никакой радости. Ну следующий, он их вызвал, говорит, что же произошло, я думаю, вы будете еще больше радоваться, он говорит, нет, только нам забота такая, ну когда же наконец-то дополнится до края эта шкатулка? Тогда царь сказал забрать у них шкатулку, и тогда они начали опять. Пушкин не просто так сидит, это старуха у разбитого корыта, и так далее. Так вот, это то, что каждый имеет свою часть. но в чем же заключается его часть? Мы же с вами сказали, что человек хочет быть здоровым и богатым, а не бедным и больным. И вот сколько людей смотрит на фотографии тех, которые во всех журналах, и всех этих, ну я не знаю, я недавно был в Тель-Авиве у одного моего друга, у него дочка, она была актрисой, сейчас она продюсер в Голливуде, ну, еврейская девочка родилась в Израиле, Иерусалиме, и сногсшибательная карьера, продюсер, вы понимаете? Так вот, ну вот так вы говорили, а родители гордятся, слава богу, да, ну вы понимаете, ну о чем мы говорим? Да. Так хорошо, так сколько людей смотрит на фотографии тех, кто снимается в Голливуде или в других местах, и вот они, это у них нимб, сколько я помню с фотографиями этого Майкла Джексона, там молодых людей увлекалось и так далее, мы знаем, что за этим всем, ну уже в Москве недалеко от американского посольства целая там выставка, это моя жизнь Майкл Джексон. А? Майкл Джексон. Не важно, в общем, но то, что я хотел бы все-таки, чтобы мы поняли часть, так в чем часть? Про богатство мы поняли, но есть ведь замысел творца, и оказывается, что нет двух одинаковых людей в мире. Ну, что такое, почему? Почему один так отличается от другого, у одного одни способности, у другого другого, такие таланты или такие? В чем единственность этого человека? в том, что у него есть свое персональное задание, ради чего он пришел. У него есть его часть в исправлении всего мира. После того, как Адам, первый человек, согрешил, весь мир спустился на много ступеней. И теперь вот эти осколки души Адама, которые распределились по всему миру, и у каждого этого осколка есть свое задание. Прежде всего по отношению к нему самому. Потому что то, что написано было 4 века тому назад, ученик Ария Кодыш Рафхайм Виталь говорит, что сейчас нет новых душ. Так если 4 века тому назад не было новых душ, значит, оказывается, мы здесь уже когда-то с вами были. И если мы пришли сюда, значит, у нас переэкзаменовка. Все, кто сдали и кончили школу с отличием, сюда не спускаются. У них есть другие университеты, это называется Ешива-Лиман. Так если мы пришли сюда, значит, мы пришли с определенным заданием. И поэтому встречается богатый и бедный. Тот, кто получил роль бедного, может, он уже был богатым, а тот, кто приходит сюда с богатством, не потому, что у него на 3 извилины больше, не потому, что он умеет проходить между капель, а потому, что это задание, которое он получил на жизнь, это испытание, которое он получил на жизнь. И, вы знаете, гораздо легче выдержать испытание бедностью, чем испытание богатством. Потому, что испытание богатством немного людей могут это нести с достоинством. Потому, что часто богатство приводит к совершенно другим результатам, чем то, что человек думал, что это будет. Но, это уже тема следующего урока. И на сегодня мы закрываем, то есть, учит нас мудрец еврейского народа Бензома Миашир, кто богач, радующийся своей части.